Герой Югры, участвовавший во взятии Авдеевки, активно готовит пополнение. На подготовку штурмовика к реальному бою уходит в среднем 2,5 недели. Сначала прокачивают индивидуальные навыки бойца, затем проводят боевое слаживание группы. На обучение новобранцев побывала съемочная группа наших коллег. У кого всего три магазина? Поднимите руку. Вот товарищ, поделитесь со своими братишками, чтобы у каждого было минимум пять. У штурмового взвода 239-го гвардейского танкового полка опытных бойцов хватает. Есть даже несколько кавалеров Ордена Мужества. Командир взвода с позывным «Крестик» старается беречь каждого бойца, поэтому обычно его операции проходят без потерь. Однако новобранцы в любом взводе нужны всегда. На фронте необходима постоянная ротация и отдых военнослужащих, чтобы избежать выгорания кадров. А работа у военных, особенно у штурмовиков, мягко сказать, непростая. Успешным захватом одной позиции дело редко заканчивается. Штурмовики постоянными накатами гонят противника и не дают им расслабиться. Сегодня у нас учебно-тренировочное занятие, поскольку к нам прибыло в подразделение пополнение 25 человек, которых еще ни разу не участвовали в боях. Поэтому сейчас каждое внимание каждому бойцу отдельно смотрим, спокойно объясняем все ошибки. Пару таких тренировок, потом тренировки будут усиливаться, ужесточаться для них. И парни научатся будут превосходными штурмовиками. Дерзкая так часто называют операцию, в которой непосредственное участие принимал командир штурмового взвода Крестик. Благодаря военной смекалке бойцам удалось обойти 7 колец обороны и проникнуть в самый тыл к националистам. Как итог, две сотни военнопленных, паника и бегство противника. Перед самим городом Авдеевка у нас была дача, нужно было зачистить от противника. Этой задачей полностью руководил у нас наш командир Крестик. Наблюдал с птичек, руководил и четкие команды давал, что, что, как и кому поступать. Ну то есть по задаче, выполненной, так скажем, прошло все на ура, на пятерочку. Помимо Министерства обороны заслуги жителя Междуреченского отметили и в правительстве округа Крестика представили к званию Героя Югры. Я очень горжусь, что я вырос в Югре. Это моя родина, которую я безумно люблю. Ради нее я дойду до победы. По словам Крестика, он продолжает дело дедушек. Оба воевали с нацистами во время Великой Отечественной войны. Один из них два раза был в плену и оба раза сбежал. В итоге дошел до Берлина. Антон Войтович, Денис Ханжин, Владимир Гаензе. Донецкая Народная Республика.